Юлий, зашли вы? Нет, зашел, все посмотрел, все сказал, все нормально Это, хотел сказать по поводу вернисажа То есть вернисаж это был катализатором таких, ну, процессов всех, антикварных, винтажных, там, в свое время Я помню 90-е годы, я ездил в Питер и покупал там Каслинское литье И возил его в Челябинск, тогда жил в Челябинске, потому что это все-таки наша тема Потому что город Касли находится в Челябинской области И мы ездили с водителем, и я этого водителя говорю, слушай, пойди у нас есть там Мефистофель и Дон Кихот Пара такая, царская была Ну, это было 90-е годы, и, соответственно, цены там были другие То есть две царские фигуры, я говорю, давай поставим На вернисаже не было ни одной чугунной фигуры, ни одной, и я никогда не видел Я подумал, что в Москве просто про них ничего не знаю Но, в принципе, и в Питере они были очень недорогие Так вот, мы выставили эти две фигуры Я думаю, ну, за пару попрошу-ка я 700 долларов Думаю, ну, и там, поторгуемся, за 600 их отдам, эти две Ну, и, короче, подходит один, спрашивает, а сколько стоит? Я говорю, 700, второй подходит, 700 Третий подходит, думаю, ничего себе интерес какой И говорит, а за 600 отдашь? Я говорю, ну, конечно, отдам Он забирает у меня Дон Кихота и уходит Он понял, что я прошу за одну фигуру То он говорит, а вторая тоже, я говорю, ну, если вторую заберете, тоже за 600 отдам Так я две фигуры продал в два раза дороже От той стоимости, которую хотел На самом деле, казалось бы, 700 километров Там эти фигуры стоили в два-три раза дешевле, чем можно было продать в Москве Ну, это было 90-е годы С уважением, я Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!